Мухаммед Каирандосов, главный врач центральной городской больницы, ответил на вопросы жителей Экибастуза, состоящих в общественном объединении «Казахское общество слепых». Главный врач разъяснил сложившуюся ситуацию с предоставлением услуг квалифицированной помощи для пациентов с глазными заболеваниями. Все поликлиники в рамках действующих наших нормативных правил заключили доктор с областной больницей. Я правильно объясняю? Да, с областной больницей, где в случае, допустим, пациент обратился, ему нужен определенный вид дорогословищего обследования. Поликлиника дает направление в эту больницу и оплачивает. То есть для вас эта процедура бесплатная. То, чего у нас нет, но входит в ГОП, то, что обязан делать поликлиники, мы покупаем у третьей страны, то есть областных учреждений. Для вас это бесплатно. Если раньше пациенты, страдающие офтальмологическими заболеваниями, могли получить услуги на базе своих поликлиник и центральной городской больницы, то сегодня они лишены такой возможности. А выданные направления в клинике областного центра на практике не имеют никакой силы. По направлению вошел. Там говорят областную. Нам своих хватает езжать, кто-то хоть и обратно. Подожди, секунду. Теперь. Вот у нас вот в этом здании был глазной. По четвертом этаже был глазной. Почему мы его закрыли? Что мы этого вырыли? Какая цель была закрыть и разогнать глазную специальность? Да. Я отвечу. Я Александрович, который работал врачом. Вот он сидит в денталеке, частный. Гуля ходит медсестрой, полы мою. Который единственный человек в глазной вене ставил укол. Которых нет больше здесь. Почему мы занимаемся? Оптимизация системы здравоохранения не зависела от того или иного врача. Решения принимались на уровне профильного министерства. Если возникают подобного рода инциденты, то главврач в центральной больнице попросил обращаться к нему напрямую. А кадровый вопрос действительно сегодня стоит очень остро. И не только в Экибастузе. Для его решения в ближайшее время целая делегация врачей направляется в Карагандинский медицинский университет. Для привлечения молодых специалистов. Звучал и вопрос, касающийся гарантированного объема медицинской помощи. Давай деньги и все. А мы малоимущие, вот такие женщины, откуда они возьмут деньги? Где гарантирует медицинская гарантированная помощь? Где? Это вот два слова. Теперь смотрите, вот вчерашний день я приведу пример. Вот как раз сидит ползавский, да, пошел на первой клитике. Пошел на прием, пройти УЗИ сердца. 45-й кабинет, Завадская, Наталья Николаевна его зовут, не принимает. Я 25-й, я 2-я записался, вчера только прошу. К сожалению, так получается, что сейчас многие заболевания, то, что в советское время лечили в больницах, отданы привлекативу поликлиникам. 900 заболеваний, которые государство оплачивает поликлиникам. Нам они не оплачиваются. Понимаете, да, в чем проблема? Ну, время такой, все, сегодня кем-то должно оплачивать. Или государством, или частными организациями, или заводами, или у тех, у кого есть деньги. И, понимаете, уже бесплатного ничего нет. То есть, кто-то оплачивает эти услуги. Так получилось, что эти заболевания ушли на поликлинический уровень. Это, прежде всего, ложь заболевания и глазная патология, и добрая часть терапии. Для открытия в городской больнице специализированного офтальмологического кабинета требуется порядка 120 миллионов тенге. На сегодняшний день средства запрошены в Управлении здравоохранения области. Но когда поступят, никто сказать не может. Между тем, в Экибастузе насчитывается 250 человек, состоящих на учете в обществе слепых и имеющих инвалидности той или иной степени. 42 человека из их числа по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться не могут. Заместитель Акима города Наталья Нефедова заверила, что со стороны администрации данный вопрос будет взят на контроль.